Ирина Климова Мастер-фельдмейкер Ирина, сколько лет вы уже валяете? Больше пяти лет Что меня впечатлило, когда я увидела Ирину на показе? Во-первых, это довольно большая, кропотливая работа Это очень интересные фактуры Это очень необычные фактуры И что самое яркое прозвучало Это то, что Ирина работает в стиле эко-крашения То есть в моих знаниях Больше это было, что в основном это такие натуральные оттенки Никаких цветов таких насыщенных Не присутствует в эко-крашении И когда была вот эта вот коллекция, которую Ира сейчас расскажет Ира принимала участие в выставке «Новая жизнь традиций» в Санкт-Петербурге И ее коллекция называлась «Сны на его» И они действительно смотрим В общем, я перестаю говорить Я передаю Ирине слово Ира, расскажите, пожалуйста Вам слово, спасибо большое Давайте знакомиться Как Оля сказала, у меня зовут Ирина Климова Я в основном занимаюсь, работаю в технике нуна-фелтинг Но, естественно, я, как и Оля, занимаюсь эко-крашением С натуральным украшением и эко-принтом И вот в рамках выставки «Новая жизнь традиций» То есть выставка «Водок я в текстиле» Я принимала участие, которая проходила с 6 по 8 ноября в Петербурге В гостином дворе Я принимала участие в двух мероприятиях В рамках этой выставки Первая – это была экспозиция дизайнерских объектов Под названием «Чувства» Где различные мастера представляли какие-то свои объекты Арт-объекты, одежду Ну, какие-то создавали образы под названием «Чувства» И каждый образ соответствовал какому-то из чувств И в этой экспозиции я представляла коллекцию эко-подушек В частности, вот это вот подушки в технике эко-принта Также шарпы Вот эти – это все натуральное окрашивание Это не никаких анилиновых красителей Чтобы вы понимали, потому что уже несколько человек Подходила и спрашивала, а вот это анилин? Я говорю, нет, это не анилин Это натуральные растительные красители И эко-ткани так называемые И второе мероприятие большое Это было как бы грандиозное такое событие Это было модное дефиле Оно называлось «Fashion Show» И там я представляла коллекцию Так называемых эко-платьев Покрашенных натуральными красителями Под названием «Сны наяву» И вот в одном из, так сказать, этих платьев Вот встаю сейчас я Это, кому это интересно Вот это кашиниль Это вот Это кашиниль Это такие жучки Которые живут на кактусах Это какие-то самки Вот этих кактусов Вот этих вот Которые живут на кактусах В том их сушах Они дают вот это вот Собственно кашиниль В зависимости от различных Как это называется, так сказать Протрафы или закрепителей Они могут давать всевозможные оттенки То есть абсолютно это относится ко всему Вот Вот, например, могу показать Платье с коллекцией Это натуральный индиго То есть это натуральный краситель Вот это, ну я не знаю Видно, не видно Как это все это выглядит То есть это натуральная Натуральная индиго И тут это лук И грецкий орех Ну вот это вот Рыжая, бежевая гамма А вот, например, вот здесь Вот здесь это платье Сейчас я ее покажу Ну это, я не знаю, так вот Вот Видно, это солнце Такое вот Солнце 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 Клёш И тут очень сложное окрашивание было То есть это вот Вот какое солнце Здесь было окрашивание в четыре раза Это И Сначала оно делалось, как вы понимаете Белое Белым Это было белое платье Белый Шерсть 16 микрон Белый шелк, естественно И Потом Оно окрашивалось В Марине В Кампшевом дереве В Кашениле И В чем еще? В чем ты еще? А, и индиго Вот Вот этот голубой цвет Вот этот Вот эти вот волокна Поскольку волокна Все волокна Прокрашиваются По-разному Поэтому Они дают Вот такие как бы Переливные Переходы Переходы Цвета Собственно Вот Что касается Да Вот это вот Такой Кружевой Такой Эффект Ну как бы Кружева То есть это все Шел Эффект Кружева Вот специальный Лейс Эффект Вот это вот Его изнанка Как бы Вот Тут Можно Красить Натуральными Красителями Несколькими Способами Такими Как вот это Которое Платье изначально Белое И потом оно Красилось уже В разных Или в каком-то Одном цвете Можно вот Например Индиго Красилась отдельно Шерсть И потом отдельно Шелк Это довольно Длительное мероприятие Как вы понимаете Можно использовать Третий вариант Как вот Вот этот Который одет на мне Здесь шелк Вы видите Тут много Всяких Ну как бы Нюансов И переливов Переходов То есть вы можете Как бы Покрасить Сам шелк В разных тонах И по И по И по И по А потом Уже Как бы Много Много всяких переходов, добавлю много волокон, которые тоже окрашены, но шерсть в этом платье, она уже окрашена как бы по бричным способам. То есть шелк окрашен натурально, а шелк, я сзади, у него такая, хвостик, у него типа такая... Так что шелк может быть окрашен разными способами, например, если вот этот, но более что ли однотонный цвет, здесь, если вы красите отдельно просто шелк, вы можете добиться более еще каких-то других просто нюансов, не таким, как эти. Вот, например, не просто как образцы, вот это тоже, вот это шелк, это натуральный шелк, это вот такой сжатый шелк, вот он окрашен в марине, это марина и орех пекан. Вот это вот дает такую, то есть, в принципе, можно здесь вот зашить, где-то так, оставить такую, сделать тунику, рукавчик и уже готов. Вот и вот его изнанка, изнаночная сторона, вот уже готовый такой плотный, плотный, плотный шелк. Так, это выглядит вот так вот, марином. Например, вот это тоже, вот этот флис, тоже красится, это индиго, натуральный индиго. Причем флисы, интересно, разные флисы, я вам даже принесла маленькие-маленькие образцы, кусочки. Например, если вы опускаете в один раствор индиго, одели тот же флис, вот, например, вот это альпака на одинаковое количество времени. А вот это, вот этот, это костул, вот, вот какой цвет, вот как окрасилась альпака и как окрасился костул, вот, пожалуйста. Вот это вот, Готланд, вот в Камшамудее, вот так вот, вот видите, вот это вот в остатках марина, это ровный, вот такие вот оттенки. Так, что еще хотел сказать? Вот, да, вот это вот еще одно, опс, платье, оно окрашено ромашкой и березой. Как бы это его спина, вот такой лимонный цвет дает ромашка, и вот такой более бежевый дает березовый. Березовый. Березовый что, почки? Березовые листья, листья березы, то есть это вот сырые, как-то вот так. А вот это вот тоже, ну, марина. Вот, например, вот это платье тоже окрашено индиго, но оно, там, специальный раствор с фруктозой. У него совершенно другой оттенок, ну, если вы, ну, как бы сравните, даже не по насыщенности, а просто другой тон. У него просто, ну, просто совершенно другой. Вот еще я принесла... Вот это алкана, вот такое платье, то есть оно делалось, тоже красился отдельно шелк, делался прифельм. А чем? Это алкана, алкана, то есть это, это такой корень, который, его можно варить долго, при высокой температуре, в отличие от марина, которая, чтобы, если вы хотите вытянуть такие красно-бордовые тона, нужно красить до 42 градусов, поддерживать температуру. Здесь же вы можете варить, причем в зависимости от протравы, может получиться вот такой, ну, как бы такой жемчужный цвет, и также может получиться какой-то, ну, наверное, вот такой, вот такой бледно-бледно-сиреневый. То есть из одного и того же растения. Это в зависимости от того, что добавить, да? В зависимости от того, да, какой, какой закрепитель ты применяешь. Вот, кстати, вот, может быть, вот такой, как бы серый, или вот какой-то вот как-то серый. Дальше я принесла вот несколько тканей показать еще. Вот, например, вот, это такая типа баечка, но это листья эвкалипта, цветки эвкалипта, вот эти вот точечки, это цветы эвкалипта. И кара эвкалипта, вот такие вот серые полосы. Вообще эвкалипт, как вы знаете, кто с этим занимался, он дает ярко-таракотовые рыжие тона. Но, опять же, смотря, какой вы применяете закрепитель, вот, получается, вот такие, ну, как бы, вот уже практически декоративные, вы можете сделать, я не знаю, как вам... С железом? Ну, вот эта тряпочка с железом? Нет. Нет, а с чем? Я не понимаю. Как по траму. А с железом? Нет, это же железо. Да, это железо, я просто не могу сказать. Да, да, да. Вот, и уже готовая, готовая, то существует, ну, готовая ткань. Вот, например, еще одна ткань. Это тоже, как вы понимаете, с железом. Вот, это уже такой тоже купон. Ну, вот. Вот тоже можно из него сделать вот такое таракотовое платье. Это хлопок. Это хлопок. Это хлопок. Это тоже хлопок. То есть это вот такие вот таракотовые, сине-черные. Или, например, вот эта лискоза. Сначала она красилась в бледном индиго. И потом вот такие, как бы, ну, как бы листья. Это тоже, в общем, достаточно сложные, ну, непростые, непрямые цвета. Вот можно тоже сшить какого-то там, не знаю, платья, юбку. Ну, не знаю, что-то еще. Ну, можно индиго делать, как вы понимаете, темно-темно, темно, как джинсы. А эти последовательные сделаны или параллельные процессы? Это сначала красилась индиго, а потом, потом уже красилась листьями. Вот я еще здесь, вот, например, такая майка. Майка, кстати, майка, вот этот цвет, ну, как бы серый. Ну, просто это его натуральный цвет. И вот с такими вот листьями ореха и листьями обьема. Это майка натурально серая? Да, вот я просто, да, вот она, вот майка была натурально серого цвета. И вот уже с таким вот, получились, с переконами. Вот это я вот принесла, чтобы не было каких-то, вот это вот все, вот эта гамма, вот эта гамма, это все дает, это все натуральные цвета. Вот это вот так называемое камшевое дерево, вот одно из платьев, но по казе, вот оно было, вот, такой синий, вот такой кампиш, темно-темно, они такие вот темно-темно-синяя кора, вот камшевое. Вот это вот береза и ромашка. Вот ромашка, это вот такие лимонные цвета. Вот это вот все оттенки кошенили, вот в зависимости от закрепителей. Вот, 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 это все кошенили. Вот это марена, одно из, один из оттенков марены. Вот, вот это тоже. А вот это желтый, вот, берется и не помоет. Нет, а это, вот здесь вот я брызнула кислотой лимонной. Вот, и цвет меняется от такого, ну, не знаю, там, лососевого, вот, дает оранжевый, потому что он очень чувствительный к пиаш. Вот это, вот это черноплодная рябина. Вот, кстати, вот это черноплодная рябина. Вот этот цвет, это прямой цвет, без добавления чего бы то ни было. А это чернобытые? Да, чернобытые, да. Потом, если вы это вывариваете, он превращается вот в такой зеленоватый, потом хороший, серый, красивый цвет. Вот одно из платьев в коллекции было серое, оно окрашено было черноплодной рябиной. Вот видите, какие абсолютно разные цвета. А среда, кислотная? Что-что? Среда, кислотная или кислотная? Ну, вы в какой имеете в виду? Да вот это просто варилось, просто варилось. При высокой температуре. Да, черноплодная, при высокой температуре. А честное, если не есть? Ну, в основном закрепляется квасами все. Ну, как бы это самое простое, самое, ну, скажем так, безопасное и доступное, это квасцы. Ну, вот это индига и грецкий орех. Вот это вот дает такую цвет. Перегородки из корлупа, грецкого ореха. Так что, я просто к чему говорю, что когда говорят, что у натуральных растений у них недостаточно цвета. Я знаю, просто девочки сейчас, некоторые работают с применением анилиновых красителей, так называемые, вот, изобрели медиум-при. Он имеет, все имеет, так сказать, право на существование. То есть, это просто немножко другое. Но, все равно, вы посмотрите, вот, вы не скажете, что это какие-то облезлые, ну, я не знаю, какие-то тусклые, какие-то неинтересные тона. Ну, вы согласитесь, да? Вот, 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 я к тому, что, и причем, это столько можно создать оттенков, ну, даже глядя на вот это платье. Вот, что принесла. Я хотела показать, да. Я хотела показать, что вы готовите. Да, да, вот это образцы. Вот, например, здесь у меня такая палитра. И здесь написано, то есть, я делаю такую палитру, вот, например, одно и то же растение какое-то там. Но вот это одно растение при разных температурных каких-то режимах, при добавлении каких-то закрепителей дает, вот, посмотрите, какую палитру. Вот, вот это вот кашениль, вот это вот марена, это тоже кашениль, вот это индиго, вот это вот алкана, это вот это было платье. Вот это тоже различные варианты индиго. Вот посмотрите, вот тоже сколько можно создать тонов. То есть, это только, как бы, какая-то малая часть вот этого. Так что, добавляя различные закрепители, вы можете добиться вот таких вот совершенно фантастических результатов. И вы согласитесь, наверное, со мной, что это не какие-то унылые, тусклые, неинтересные тона. Вот это вот, у меня просто тут написано. А ваша гладьи тоже украшена? Да. И на работах? Да, да, да. Вот так? Вот цвет, вот цвет, вот цвет, но тоже их, в общем, унылыми, если так сказать, унылыми, не назовешь. Ну, как бы, вот это вот, кстати, это авокадо, вот, который дает масса, кстати, цветов, от такого до... Авокадо листья и шкурки, косточки до вот такого вот цвета. Вот гамма, просто, ну, я не знаю, вот, наверное, вот такая, вот какая-то вот такая гамма можно получить из авокадо. Причем, интересно, все различные вот эти натуральные растения с различными листьями, они дают еще, то есть это как мультипликация, то есть это столько возможных вариантов, то есть это не только ты, например, взял, ну, я не знаю, ну, то же самое авокадо, и он будет все время, ну, я не знаю, там, какой-то лист отпечатываться, ну, каким-то там тонн, ничего подобного. Все разные листья будут отпечатываться абсолютно разными, разными цветами. То есть это такая геометрическая прогрессия, это можно делать очень много вариантов экспериментов. Так что, девушки, я говорю, моя презентация называлась «Все в сад», поэтому я вас призываю идти всех в сад, и для этого не нужно использовать какие-то там растения, которые у нас, например, ну, не растут или какие-то там редкие. Много листьев, много листьев, много, вот, например, вот это вот дикий шоу, нравится дикий шоу, вот это вот, например, листья ежевики, вот дают такой. А вот это, это вот, я не знаю, какое растение, оно растет в каждой канаве с белыми метелками, а вот это у меня просто на участке растет, вот эти зеленые с точечками, это пробковое дерево. Оно действительно пробковое дерево, у него кора, можно кошкой где-то там на его когти точить, какое-то пробковое дерево, но оно дает, причем, тоже разные оттенки. Вот, например, на этом шарфике, вот, например, вот тоже пробка давала вот такой вот, вот такой отпечаток на такой тоже ярко-ярко-ярко-лимонного цвета. Так что, не буду больше отрывать ваше время. Я еще раз призываю вас все-все в сад, вот подушки здесь, да, тут разные вот эгера, вот это тут какие-то клённики, эвкалипт. Кстати, вот видите, какие листья эвкалипта, они не рыжие, они такие коричневатые, очень красивого оттенка, хотя могут быть и рыжие, или, например, вот такое абстрактное, вот такие листья. Это вот орех, это вы все узнаете, наверное, орех и лещина, лещина смысл, ну, такой обычный орех, лесной, и земляненько. Так что, спасибо вам большое за внимание, за интерес, я надеюсь, вы хоть как-то приблизились, заинтересовались натуральным украшением, и всех призываю, все сады. Я не знаю, что это, что это, что это, что это, что это, Ирочка, спасибо огромное за выступление, потому что, по-моему, вы такой живой энциклопедический словарь, когда вы показываете палитру от этого до этого, то есть вот вы реально можете повторить. Ну да. То есть вы понимаете, что надо сделать, чтобы сделать так, или чтобы сделать так. Но все равно, вмешиваются какие-то, все равно могут вмешаться непредвиденные обстоятельства, это как же, как в валянии, когда все пишут, что точное повторение невозможно. Здесь приблизительно то же самое. Понятно, что, но все равно понимание, оно есть понимание. То есть, что одним элементом, одним каким-то растительным материалом можно сделать в тому палитру у вас есть. Да? Так что, ремциклопедира. Ну, я надеюсь, что оно тоже впечатлилось, так же, как я на показе. То есть, для меня это было большое открытие. Спасибо. Спасибо. Девушки и Ирин никуда не уходят. Подходите к ней, задавайте вопросы. Ир, вы же не трогаете? Нет. Нет. То есть, после встречи, вы обязательно, у вас будет возможность задать ей какие-то вопросы. И скажу вам по секрету, что если вы будете заинтересованы в ее занятиях, озвучьте ей, пожалуйста, об этом, она только завтра. Так что, она готова делиться своими знаниями. Ирин, спасибо. 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 Спасибо.